Итак, многочисленные потомки Авраама оказываются в Египте. Дальнейшая история избавления Богом своего народа от египетского рабства для себя подводит нас к понятию избранный народ. Избранный народ. Давайте рассмотрим его подробнее. По выражению Чарльза Скоби. Это цитата из его книги «Пути нашего Бога». «История Израиля основана на уверенности в том, что из всех народов мира Бог по своей милости выбрал Израиль, чтобы тот был его народом». Это понятие избранности актуализируется в разных фрагментах книг «Исход» и «Второзаконие». Достаточно вспомнить его довольно яркое описание в 19 главе книги «Исход», где Бог собирает свой народ у горы Синай. Народ, который он носил на орлиных крыльях и принес их к себе. Начнем читать с 4 стиха. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться Глаза Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. В определенном смысле между избранным Богом Авраамом и избранным Богом народом Израильским можно провести параллель. Итак, избранный человек теперь избранный народ. Тем не менее, нам надо со всей серьезностью. Отнестись к тому, что во второзаконии говорится дальше о природе, о характере этого избрания, дабы предотвратить этническое высокомерие со стороны Израиля. Поэтому, перемещаясь Сиона на равнины Моава от исхода к второзаконию непосредственно перед вступлением Израиля в землю обетованную, мы слышим обращенные к народу слова Моисея. Глава 7, стихи с 6 по 11. Второзаконие 7, 6, 11 «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, принадлежите исключительно Ему. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом». Слышите отзвуки исхода 19, 5 здесь. «Из всех народов, которые на земле, не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, что возвращает нас к обетованию Божьему Аврааму. Вывел вас Господь рукою крепкую и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. «Итак, зная, что Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов, и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их. Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять». Тема избранности звучит здесь прямо. И эту избранность, или, пользуясь формальной богословской терминологией, это избрание, избрание, следует понимать правильно. Оно определяется не многочисленностью избранного народа, а Божьей верностью своему обетованию. В свою очередь, от Израиля Бог, Яхва, ожидает взаимной верности и любви к себе. Ответной любви. Ответного послушания. Здесь, в контексте второзакония, важно правильно трактовать понятие «любовь». Не стоит опираться на эмоциональное восприятие и думать, что заповедь «любить Бога» подразумевает некое приятное ощущение. Испытать его многим из нас трудно, без зрительного восприятия объекта любви. Тогда зачем Бог заповедует это своему народу? Полагаю, если прочесть утверждение в рамках обсуждаемой темы, вспомните правила помещения текста в контекст, литературное окружение, в рамки основной темы, книги и канона. Так вот, если поместить данный фрагмент в соответствующий контекст, особенно в контекст второзакония 4-7, то станет понятно, что «любить Бога» значит быть преданным ему и не впадать в идолопоклонство. Любит его тот, кто в первую очередь верен Яхве, верен Богу, и только ему. И в этом смысле заповедь вполне обоснована. Постоянный враг любви Божьей в Библии – это идол, препятствующий верности и постоянству ее проявления. Причем слово это отнюдь не утратило своей актуальности. Помнится, как-то еще в Австралии меня поразило то, что американский президент сказал во время войны во Вьетнаме. Это был Линдон Бэйнс Джонсон. Однажды он поведал СМИ о своей иерархии приоритетов. Во-первых, сказал он, я американец. Во-вторых, демократ, а в-третьих, член епископальной церкви. А как бы эти первые три пункта распределились у нас с вами? Это, вероятно, пролило бы свет на то, любим ли мы Господа Бога Своего в том смысле, как об этом написано во Второзаконии 7. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.3wtvseminary.com Следует сказать, что Чарльз Коби дает три важные характеристики этого избрания, которые было бы полезно рассмотреть. Он говорит, этот народ был избран по благодати Божьей. По благодати, а не за какие-то свои достижения и заслуги. Кроме того, данное избрание налагало на них ответственность, ибо народ Божий должен был стать примером, образцом для других народов. Он был призван отражать Божьи качества, как об этом свидетельствует Библия. Таким образом, избрание — это ответственность. И далее избрание, новый статус, подразумевает более высокий стандарт, более высокую мерку для своего народа по сравнению с другими народами мира. То есть привилегия — это одновременно и новый стандарт, более высокие требования. Избрание по благодати, более высокая ответственность, повышенные требования. Это выдержки из его книги, страницы 471 и 472, для тех, кто хочет ознакомиться с текстом самостоятельно. Похожую мысль мы читаем во Второзаконии 9 главе. И здесь Израиль призван правильно понимать свое избрание. Второзаконие 9, стихи с 1 по 6. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Янаковыми, о которых ты знаешь и слышал. Кто устоит против сынов Янаковых? Знаешь же ныне, что Господь, Бог твой, идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и не излагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь». И вот ключевое утверждение. «Когда будет изгонять их Господь, Бог твой, от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всею землею, и что за нечестие народа всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою это следует повторить, что Бог и делает, и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их. Но за нечестие народа всех Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим, Аврааму, Исааку, Иакову. «Посему знай, что не за праведность твою, Господь, Бог твой, дает тебе овладеть сею добрую землю, ибо ты народ жестоковыйный». Думаю, Израилю здесь все должно быть понятно. Избрание определяется отнюдь не их заслугами. Обетование отцам, восходящее к Аврааму, и особенно повествование из Бытия 15 и 16, где Бог предрекает будущее порабощения своего народа, кульминационным моментом в котором станет суд над хананеями, амореями, как здесь написано, мера беззаконий, которых до того момента еще не наполнилась. еще не достигла самой высшей точки на Божьей шкале греха, если можно так выразиться, так, чтобы Бог произвел суд над ними там и тогда. Но суд состоится, и состоится он посредством Израиля, который войдет в землю обетованную, в знак Божьего суда над грехом, а не за праведность Израиля. Итак, здесь мы сталкиваемся с крайне важными понятиями. Избранный народ, земля обетованная, благодать, благодать и еще раз благодать. И данные тексты, Исход 19, Второзаконие 7, Второзаконие 9, следует понимать в контексте Божьего обетования Аврааму, в динамике обетования и его исполнения. Завета. Не забывая о том, что Завет — это отношение, основанное на обетовании, скрепленном жертвой, о чем мы уже говорили. Тем не менее, как свидетельствует последующая история Израиля в ее пророческом толковании, начиная с событий на равнинах Мава вплоть до разделения на царство, схема 3 в вашем пособии, мы во многом наблюдаем повторение истории бытия, глав с 3 по 11. Истории грехопадения. Тогда Ева и Адама, теперь Израиля. Падение и упадок. На этот раз в истории конкретного народа. И, честно говоря, в моем понимании Нового Завета подобный период будет в дальнейшем и у Церкви. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? На самом деле найдет, ибо Бог всегда сохраняет верный остаток, даже в самые худшие времена. Тех, кто не поклонился Ваалу, как, например, во времена Ильи. Тех, кто живет по вере, даже с риском для жизни. Это те самые герои веры, о которых мы читаем в 11 главе Послания к евреям. Верный остаток был во все времена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok